О гереческом наследии русского воинства говорили накануне в Уральском институте МЧС России. Будущим спасателям рассказали об Александре Суворове, адмирале Федоре Ушакове и генерале Михаиле Скобелеве, известной как самые успешные полководцы в истории нашей страны. На лекции побывал и наш корреспондент Надежда Калинина. Обычный учебный процесс курсантов института МЧС России во многом отличается от занятий студентов из других вузов. Но подготовка будущих спасателей требует умения работать и в огне, и на земле, и в воздухе. И главное здесь как полученные навыки, так и психологический и духовный настрой. Любая армия только и сильна тем, что у ней есть бесстрашные воины, которые не боятся смерти и готовы положить жизнь свою за труди своего. Эти ребята в будущем собираются работать в пожарной охране. Юноши бороться с огнем, а девушки следить за выполнением норм противопожарной безопасности. И то, что пожарный инспектор не выглядит столь уж героически, не беда. Не это главное. Она тоже очень необходима, и от нее зависит много факторов. Это тоже очень значимо, потому что так-то у нас много отраслей, где женщины работают. У меня папа работает в пожарной охране, наверное, с детства, я смотрелся на него как примером. Таких примеров сильных и смелых защитников у курсантов много. Да и сами они уже достигают первых успехов. На стендах Уральского института МЧС России множество кубков и грамот за победы в соревнованиях и спротекиадах. Но, наверное, главной наградой для будущих пожарных станут спасенные жизни. Конечно, зайти в горящий дом под силу не каждому, но здесь у ребят своя мотивация. Мотивация в том, что тебя знают, в тебя верят, тебя кто-то ждет. А духовную поддержку юношам и девушкам оказывает Екатеринбургская епархия. Здесь на первом месте все-таки стоит идея служения. Не идея личного обогащения какого-то, а именно идея служения близким. Это, конечно, очень радует. Совместно с духовенством ребята принимают участие в организации многих праздников. Одно из последних – обеспечение безопасности во время крещенских купаний. Но спасатели не только следят за порядком, они и сами соблюдают старинную традицию. Я первый раз купаюсь. Подошел, что-то холодновато было, но уже поздно, типа, сдаваться. Все нормально. Такие ощущения незабываемые. Будущие спасатели сильны духом и телом. И доказывать это им предстоит каждый день, спасая людей и предотвращая чрезвычайные ситуации. Продолжение следует...